Друзья, привет! Мы пришли в Леруа Мерлен, я думаю, вы все знаете, этот строительный гипермаркет. И тут мне в голову пришла идея показать вам кухню и разобрать, что же в ней хорошего, а что плохого. Начнем мы с этой кухни, она называется Сантьяго и стоит 145 тысяч рублей в полной комплектации. Здесь, значит, открытые полки, крайне неудобные. Чё хрень? Допрыгни, пожалуйста. А это вообще не достанет. Да. Так, дальше ручки, которые черные, закрытые, то есть на них все будет видно, плюс неудобно открывать, можно сломать себе пальцы. И так, есть ящик, например, норм выдвигать, вот это вообще нет. Раковина хорошая, то что она металлическая и стильная, и плохая, то что у нее окрас темный, и как раз сам металл царапается, вот здесь вот уже видно царапины. Но зато классно, что у нее есть ребра, которые, да, чтобы вода уходила, у нас на кухне такого... Кромкая ОДСП, ну, в целом, как бы, она для крупного магазина нормальная. Тонкая столешница. То есть она должна быть вот потолще, обычно. Столешница в том, что делать, это прям вообще не серьезно, ну, короче. И самая жесть, это то, что фартук заканчивается здесь. То есть, типа, жир должен лететь только сюда, но жир обычно не спрашивает, куда ему лететь, и он у нас просто вот, ну, на потолке, везде на стенах, на вот этой угловой стене. Здесь они сделали почему-то до сюда только фартук, а здесь просто краска, с которой, ну, если она не моет, ничего, тяжело будет отделить. Ну, еще фишка в том, что здесь вытяжка, да, и вытяжка будет засасывать как раз капли жира, и которые будут, да, естественно, налипать на стену. И еще черная глянцевая красота, на которой уже, ну, она вся, вот, сейчас выходит. Ну, это уже на любителя, нам нравится, наоборот, текла. Мне нравится, но, как бы, это непрактично. Да. Вот такая вот кухня за 145 тысяч рублей. Одни минусы, единственный плюс – это внешний вид. Переходим ко второй кухне. Она визуально очень красивая, называется Newport Белый и стоит, внимание, 256 тысяч рублей. И самое в ней неудобное – это глянцевая столешница, по которой просто все будет кататься. Раковина, которая стоит в углу, тоже капец какая неудобная, и посуду доставать будет практически невозможно. Мне кажется странным расположение мойки и ящика для посуды в самом-самом углу кухни. Здесь очень красивая белая плитка-фартук, но неизвестно, как ее отмывать от жира, потому что швы точно будут сильно пачкаться. Черная стеклянная глянцевая плита, на которой видно пыль и отпечатки пальцев, и у меня дома точно такая же. Еще низ у барной стойки почему-то сделали белого цвета, и он же сейчас весь грязный. Когда ты сидишь, ты будешь пинать эту стойку ногами. Внутри кухня тоже сделана так себе, мне кажется, за такие деньги можно было сделать и получше. Но мне она все равно нравится, она светлая, просторная, красивая, и здесь нету открытых полок. Но знаете, за 256 тысяч я бы ее точно не купила. А вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok